А далее о небывалом буме в IT-сфере. Экспорт парка высоких технологий рекордно вырос. Цифра составила 1,4 млрд долларов. Это на 40% больше, чем годом ранее. По прогнозам мировых аудиторов, к таким показателям парк должен был приблизиться лишь в 2020-м. Вдвое увеличился общий объем производства ПВТ. По итогам 2018-го это более 3 млрд рублей. Основными потребителями компьютерных услуг и технологий, созданных в Беларуси, по-прежнему остаются страны Евросоюза и США. На внутреннем рынке резиденты парка разработали и внедрили IT-решение почти на 300 млн рублей. Или на 60% больше, чем в 2017-м. Это, конечно, прямое следствие и очевидный успех декрета, который был принят главой нашего государства президентом Александром Григорьевичем Лукашенко. Это действительно большой успех. И это успех не только парка высоких технологий, это успех всей нашей страны. Беларусь сегодня реально превращается в один из очень мощных IT-кластеров всего восточноевропейского региона. Сейчас мы ясно видим, что все основания есть для продолжения вот этого мощного, хорошего, стремительного нашего роста. Также после подписания декрета о развитии цифровой экономики в ПВТ вступило 267 компаний. То есть за один только прошлый год больше, чем за всю 12-летнюю историю парка. Количество работников увеличилось на 13 тысяч и теперь здесь трудятся почти 50 тысяч человек.